Рабочая группа на Крымской 61. Собственнику объекта, который по внешнему виду напоминает мини-гостиницу, неоднократно выдавались предписания и требования установить лосы, либо выполнить технические условия водоканала. В связи с отсутствием каких-либо действий была применена крайняя мера. Собственника отключили от водоснабжения. Мы действуем в рамках законодательства Российской Федерации. Значит, 416-й федеральный закон водоснабжения и водоотведения позволяет нам осуществлять подобные действия. Водоканал, как гарантирующий поставщик водоснабжения, он не вправе надолго прекратить водоснабжение, но он вправе расторгнуть договор. И тогда человеку придется опять проходить процедуру, всю согласование, опять заключение договора и так далее. Для борьбы с нарушителями в каждом районе были созданы рабочие группы. В Адлерском специалисты проверили порядка 4000 объектов, в Центральном – 1600, в Хосте – 950 и 5600 объектов в Лазаревском. То есть определены районы, которые наиболее в тяжелом состоянии в плане водоотведения пребывают. И мониторинговые группы уже работают точечно по этим объектам, понуждая нарушителей природоохранного законодательства к выполнению технических условий и прекращению сбросов сточных вод на рельеф и водные объекты. Так только в Лазаревском районе ежедневно работают четыре группы, в которые входят представители районной администрации, водоканала или другой ресурсоснабжающей организации. А также сотрудники Росприроднадзора, которые берут пробы, определяют размер ущерба и выставляют какие-либо требования. Как правило, это денежные штрафы. Мы сейчас придаем новый импульс этой работе, поднимаем на борьбу с этим злом общественность. Хотим, чтобы здесь были задействованы и депутаты, и наши ТОСы, и уличные комитеты. Администрация курорта создала электронный почтовый ящик. Адрес сейчас на экране. Жители могут отправлять на него сообщения о нарушениях природоохранного законодательства. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ»